Его, как он сам говорил, в виде эмбриона доставил на землю НЛО. Мы все сириоусяне, вы все понимаете, что вы особенные, вы избранные. Вы становитесь как зомби. А это правда, что он посоветовал ее отравить? Монстр вырастает не сразу. Тело его становится твердым и бесчувственным. Все встают в темной комнате в круг, зажигают свечку и матерятся. Он лежит в позе звездочки, и они заходят и проделывают с ним ритуал «Пять женщин». Мы вообще готовы там, не знаю, более… Мы ненавидели друг друга. Душат несколько раз в году, избивают раз в неделю. Он сказал, что нужно учиться магии, что если ты хочешь победить соперницу, он сделает. Когда начали люди умирать? Он вышел из школы, и что он устроил? Сейчас он вышел из тюрьмы, и что он устроил? Этой осенью, после 11 лет заключения на свободу, вышел Константин Руднев. Основатель ашрама Шамбалы, когда-то самой известной в России секты. За 30 лет Рудневу удалось создать культ и подчинить себе тысячи людей по всей стране и даже за рубежом. Героиня моей передачи – Елена Захарова, бывшая возлюбленная Руднева, которая стояла у истоков создания секты. Она расскажет, как попала под влияние гуру, про ад, который творился внутри секты, что значит быть жрицей и как суметь выйти оттуда живой. Сейчас Елена ведет активную борьбу против последователей секты и самого Руднева. Как вы попали в секту? Когда это было? В 89-й год, февраль. Мой знакомый сказал, что есть секция йоги. А там были занятия, просто люди занимались хатха-йогой, в конце вставали на голову. Все, у меня не получалось, подошел Константин, поставил на голову. Мне это погрело, что мне проявили внимание. Это, собственно, Константин, который возглавлял будущую секту. Да, да. И на следующее занятие он уже стал меня провожать до дома. А я молодая девушка, в поиске, интересующаяся, разносторонняя. А сколько вам было лет? 18 полных лет мне было. Я так понимаю, что вы им тоже увлеклись? Да, это было вполне приемлемо, тем более, что ко мне проявили внимание. Как к женщине. Это ваш был первый серьезный роман? Ну, можно сказать, да. Да, мама была против, был конфликт. Меня и Костя против мамы. Война небольшая семейная. А как он себя проявлял в этой войне? Ну, он говорил, что смотри, мама не права, давай ты тоже свой голос проявляй, ты тоже отвечай что-то в ответ и давай все-таки отстаивай мое право нахождение в твоей квартире. А это правда, что он посоветовал ее отравить? Это было после того, как Ирина Бирман лишилась своей матери. Он попросил, ну не попросил, а сказал, что давай ты тоже таким каким-то образом поступи, чтобы мамы не было. И у меня такая реакция была, у меня вот так вот все встало, меня как водой окатили. И в общем, он понял, что со мной этот номер не пройдет. Не перевел в шутку? Ну, как-то да, типа, все ерунда. Но, понимаете, это был хороший способ завладеть квартирой. У Ирины мама была старенькая, она была больна Альцгеймером, ей много не надо было. Моя мама была сильная, 38 лет ей было, то есть молодая женщина. И, ну, то есть я стала плакать, у меня вот так вот, меня окатило водой, и я думаю, ну, что это такое? Или от меня сейчас отстанут, или я разорву отношения с ним. Он это понял, он понял, что я ухожу из-под его контроля, и сказал, нет-нет-нет, ничего не было, забыли, поехали дальше. Но психолог он был хороший. Ну, как вы думаете, мировой сектор создал человек? Он не был, он сейчас хороший психолог. Состояние гноза может обладать ясновидением. Он может погружаться в разноизмененное состояние транса. Тело его становится твердым и бесчувственным. Его, как он сам говорил, в виде эмбриона доставил на землю НЛО, аж с самого Сириуса. Факт сдвига Кокофьего Руднева подтвердил. Этому все верили. Его душа, она вот, мы все сириусяне, вы все понимаете, что вы особенные, вы избранные. Вас не понимали в детстве, с вами не дружили, вас били, вы были одиноки. Но вот все вместе мы теперь собрались. Почему? Потому что мы все с планеты Сириус. Я тоже оттуда прилетел, чтобы вас спасти. То есть он объединял людей, делал их уникальными на основе того признака, что в детстве их обижали. И этого тоже. Вот что вы можете сказать о таком человеке? Совершенно обычный. Обычный человек. Когда вы встретите такого человека на улице, вам ничто не скажет о том, что это предводитель страшной тоталитарной секты. Вполне себе прилично выглядит, да? Собственно, это его дом. Вот его подъезд. Тут он жил вот за этими гаражами, школа, в которой он учился и в которой его били. Его били в школе, конечно. Били, мучили. То есть можно сказать, что он все это вытащил оттуда? Ну, безусловно. Получается, он носил что-то такое, обозначающее, что вот он гуру? Были какие-то... В обычной жизни нет, а вот при садхаках, при новеньких людях, да. А что было? А что было? Ну, хитон был, шапка с перьями. Вот он, собственно, в нарядах, да? Да, 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 да. Это костровой наряд. Под кошу он тут одет. Он кибетейка, хитон. Это кто? Это так выглядели женщины в этой организации. Это считалось шиком. Колоритно. Женщины, девушки, они вообще были сначала против? Нет. Сразу? То есть как-то так они подбирались, что наоборот это вау. Но женщина, можно было спать только с ними. Да, да, да. Но там, знаете, какая история? Если ты новенькая, то ты вот через вот этих наставников, Ганеша, Мукта, ты через них приходишь. Они тебя включают, потом передают ему. То есть сначала ты степишь с ними, потом они приедут к нему. Потом их привозят на костер вот на такой, проходят смотрины. И он говорит, это мне понравилось, это не понравилось, эту увезите, эту мне отдайте. То есть идет сортировка людей. Прям гарем. Да, да, кого-то в гарем, кого-то в наставники, кого-то в помощники наставников, кого-то в ашрамы отправляют. Если ты там женщина в 40 лет, тебя отправляют в ашрам, ты там занимаешься корреспонденцией. Это дом в Кирово. А они как-то были закреплены за какие-то места? Да, конечно. Кто-то жил в одном доме, кто-то жил в городском ашраме, в съемной квартире. То есть тот, кто особо продвинулся и показал себя, те были уже с ним непосредственно. Вот это, кстати, я. Где? Ну, вот это я. Это вы? Да. Просто когда вы брюнетка, очень сложно. Да, да. Ну вот это так я надевалась на улицу. А это он вас заставил покраситься? Почему вы заставил? Ну, потому что у него была подружка, по которой он сох, которая его отвергла. Она была брюнетка, цыганка. А сколько у него курсы стоили? Курсы? Это зависит от уровня дохода. Если ты человек небогатый, то это порядка 100-200 долларов или евро. На те времена, да? Нет, ну, примерно на десятые года. А кто богатый, тот платит тысячу, полторы или три. За встречу с Гуру 10 тысяч евро. За встречу с Гуру 3 дня всего. 10 тысяч евро? 10 тысяч евро. А были какие-то серьезные люди, да? Да, серьезные бизнесмены. У них лесоперерабатывающая промышленность какая-то, пиво-аваренный завод, своя там какая-то компания, или это депутат Госдумы. Они платили по 10, как говорилось, по 10 кусков. А вы кого-то еще помните с тех пор? В смысле? Ну, по именам кто-то был. Депутат Госдумы? Депутат Госдумы. Ну, я же не буду называть это имя. Но он сейчас еще действующий. Я не слежу, но, скорее всего, да. После созерцания свечи вы должны перейти к созерцанию Шри Янтры. А он реально был йогом? Ему мама дала журналы советские. О, господи, как же это называлось? Физкультура и спорт. Что-то в таком духе. И кто скажет, йог он или нет? Учился он в Тибете или нет? Вы приходите в лотос, он садится на шпагат, он садится на голову, он становится... А как вы с ним жили? Как жена? Нет, я не была женой. Я была одной из трех женщин. Ну, как это назвать? Любовница, может быть. А как он вас называл? Меня он называл своей шактей. А их? Тоже. Как он к этому подвел? Вы же сначала были единственной женщиной. Я не была единственной, он другую скрывал от меня. А, с самого начала? Конечно. У него была еще одна женщина, Марина, которая с 86-го где-то примерно года была с ним. Третья появилась через полгода. Как вы к этому отнеслись? Ужасно. Я ревновала, я там рвала и метала. Это были скандалы, истерики, питье валерьянки, крики. И, естественно, когда ты считаешь, что вот твой мужчина перед тобой, и он при тебе целует другую женщину. Почему не ушли? Потому что идти было некуда. Мать? Которая за волосы вытаскивает на улицу и выбрасывает на лестничную площадку. Только поэтому или все-таки любовь? Это, как я называю, вторичные выгоды, которые сложились так, что в этом человеке они все соединились. Профессия, карьера, отношения, забота, отец. Все как бы сфокусировалось, как лазерный луч сфокусировалось в одной точке. А вы росли без отца? Да. С пяти лет. А, и то есть вы в нем нашли тоже такие отеческие, отеческую заботу? Да, конечно, безусловно, да. То есть если говорить языком психологии, то тут он мне заместил отца. Как вы это приняли? Что это? Что несколько женщин? Вначале он говорил, что это для нашего совершенства, для нашего развития. Это, чтобы прийти к просветлению, нужно отказаться от ложной личности. Ложная личность – это конгломерат представлений, которые мешают человеку быть свободным. Чтобы стать свободным, эти представления нужно сломать. А как это выглядело устройство? Три женщины, как он с ними жил? Одну… А все жили по своим квартирам, и он ночевал то одной, то другой, то третий. То есть такой вот гаремчик. Вы между собой воевали? Конечно! Мы вообще готовы там, не знаю, были… Мы ненавидели друг друга. Вы хотели бы семью с ним, ребенка? Конечно. Стать нормальной женой? Да, то есть я надеялась втайне, что сейчас я еще подтянусь, я стану еще лучше, еще красивее. И, наконец-то, он оценит это все, других отстранит, и со мной будут нормальные отношения. Ну, я так понимаю, что магией вы тоже пользовались? А, те куклы? Ну, да, делали. Как это выглядело? Как вы до этого дошли, точнее? Ну, он сказал, что нужно это делать. Сказал, что нужно учиться магии, что если ты хочешь победить соперницу, вот, сделай, пожалуйста. А как-то раз мы делали уборку в квартире Ирины, залезли под ванну и нашли там пластилиновую куколку меня с воткнутой спичкой, спичка в виде копья, воткнутая в область низа живота. А вы между собой это не обсуждали? Обсуждали, но уже спустя много времени. И как? Ну, она говорила, вот видишь, я сделала, видишь, как на тебя это повлияло. И как-то в какой-то момент у меня действительно какие-то как схватки начались. Существует некоторый ритуал, который называется астропланетарное карате. Он до сих пор практикуется сектой. Это вечером в 9 часов все встают в темной комнате в круг, зажигают свечку и матерятся на эту свечку, шипят, представляют, что у них в руках клинки и этими клинками тычут воображаемого противника. Это вот это сейчас? Это секта. То есть если это работает, по логике вещей, я сейчас не должна быть здесь. Я должна где-то там загнуться, забиться в угол и умереть. Но я ведь здесь. То есть вы тогда смеялись над этим все? Тогда нет. Тогда это было серьезно. Это один из первых ключей к контролю над суперусилием и болью. Вас начал бить всех троих? Бить, знаете, как один человек объяснил, что монстр вырастает не сразу. Сначала он подходит к вам, потом проверяет границы допустимого, трогает эти границы. И если вы отступаете, то он продолжает эти границы отодвигать все дальше и дальше. До тех пор, пока вас не загонят в угол и не уничтожат, в том числе и физически. А когда он вас первый раз ударил? Ударил в декабре 89-го года. Почему? Потому что я ревновала. Он сказал, что в мой день, в мой день остается у Ирины. Я психанула и кинула катушку об пол. Знаете, такие катушки были на... Музыкальные? На катушечных магнитофонах. И я ею об пол очень сильно стукнула, как катушка разлетелась. Он подошел, ударил меня по лицу, по щечину дал. А как он это объяснил? Что вы сами виноваты? Да, конечно. Я тут же ринулась к выходу, схватила сумку, стала уходить. Он встал на пути, стал не давать, говорит, извини, так больше не будет. Но потом это вошло уже в обиход. В обиход это вошло позже. Где-то еще полгода он держался. Есть такое выражение, что не зря горела простыня. Это в нашем обиходе. Потом наши отношения развивались. И как-то летом он сказал, что опять остается с Ириной из-за того, что я плохо себя вела. Почему, я уже не помню. И там на полу, прямо в большой комнате было расстелено постель, он стал с ней совокупляться. Прямо при вас? Днем. Прямо при мне. Я схватила спички и подожгла простыню. Ну и тут все, конечно, всхочили. Ирина стала затушить эту простыню. Он стал... А, он меня стукнул по плечу. Да, и тут уже я виновата. Вот тебе 18 лет, а примера отца нет перед... Никого рядом нет. Кто бы тебе сказал, что ребенок, ты идешь не туда. Ты делаешь что-то не то. Тебе некому отзеркалить и сказать, с мамой отношения испортились окончательно. То есть она для меня не авторитет, я ее не слушаю. Понимаете? И я, получается, в руках один на один с абсолютом. Смотрите, люди, вот она энергия, мощная, сильная. Идет сюда потоком. Мрочная. Всем хватит. Всем до единого. Когда это стало походить на секту? Вы знаете, это медленно. Это знаете, как лавина, как лавина образуется. Катится маленький комочек. В 92-м примерно году возникли первые ашрамы. То есть мы купили на вырученные деньги квартиру в пригороде Новосибирска. И там люди из домов, новосибирцы, молодежь, съехали сюда и стали там жить. У них тоже, видимо, были какие-то проблемы с родителями. А там им весело, интересно. Они занимались почкованием конвертов. Да, это обработка корреспонденции секты. Они жили там какое-то время. Это вот был первый мини-ашрам. Потом начались семинары. И уже там начались такие какие-то правила, ограничения в питании, например. То есть спрашивали, а чем кормить людей? А вот они должны жить как йоги, есть один рис. Ограничения в пространстве, когда в одной комнате живет 18 человек. Когда они спят на полу, извините, ночью в туалет идут, перешагивая через голову друг друга. Когда они по графику там спят 6 часов или меньше. Да, то есть скудное питание, нарушенный режим сна, все способствует тому, что вы становитесь как зомби. Вам не хватает веществ, питания, для того, чтобы ваш мозг нормально функционировал. А вам казалось это нормально? Я не жила там с ними. Но, понимаете, все, что происходило в секте, это ты же не сам это принимаешь, эти решения. Ты же не сам выбираешь, что тебе делать, а что нет. Там авторитарный лидер, который говорит, у нас иерархия, я главный, делайте то, что я вам скажу. А, кстати, кем он себя уже возомнил спустя лет 5, я так понимаю? Он медленно шел к тому, чтобы стать гуру. Сначала мы звали его просто Костя. Потом, когда мы стали на него сильно вот так давить, он говорит, давайте сделаем иерархию. Я буду на вершине этой иерархии, вы будете подчиняться мне, и будет больше покоя, мира и спокойствия. Вы стали жрицами. Жрицами и жрицами уже это все стало гораздо позднее. 92-й или 3-й год уже появились вот эти Шри Джнана Ватармуни, Шри Махападма Деви, Шри Субилак Шмидееви. Когда вы оттуда ушли? У вас же был период, когда вы смогли уйти? Ушла окончательно, да? Нет, первый раз. Уже возвращались. Первый раз в 98-й год. Почему? А потому что, если бы я не ушла, я бы умерла. А что к этому предшествовало? Этому предшествовало три года волчьей диеты. Это когда тебя кормят один раз в сутки. А зачем вы это сделали? Ну, чтобы поднять мой тонус. Я была в таком подавленном настроении, потому что я оттеснила соперницу, а результата не получила. И у меня возник вот когнитивный диссонанс. И с 95-го года он сказал, мне не нравится твое состояние. А может быть, это был способ как бы снизить мой тонус и сделать меня более управляемой. То есть истощенный, измотанный человек больше подчиняется. То есть цветущей девушке, да, я превратилась в доходягу. Может быть, вы помните ролики, где секта позорит меня? Там в черном вот я стою, вот такая вот. На мне лица нет, я ничего не соображаю. Меня там с анапаксом запаивают, ритабалилом колят, душат несколько раз в году, избивают раз в неделю. Ну, то есть... Зачем вы это все делали? Ну, я... Вот у меня был стержень, я прямо шла к своей цели, я хочу быть женой. Остальные все вон отсюда. А вот те издевательства, которые были над вами, вы такие наблюдали в отношении других людей? Ой. Ну, да, да. Там, допустим, была практика, что нужно встать в круг спиной друг к другу, вот так вот, паровозиком. Нужно взять скакалки в руки или шнуры от чайников и начать вот всех хлистать друг друга, вот так, чтобы разозлиться и чтобы лучше сделать ритуал АПК. Ну, это... То есть вот сейчас, как нормальному человеку я рассказываю, у вас, наверное, шок. Когда мы были в той реальности, мы ничего не понимали. Потому что некому было сказать со стороны, что, ребята, вы занимаетесь дичью. Ну, то есть под его патронажем, собственно? Конечно. Вот. И если бы я не ушла, я бы здесь не сидела. Я убежала к маме, там меня накрыла депрессия, меня отдали в ПНД. Там я просидела четыре месяца, потом еще месяц после и через полгода благополучно вернулась. Отъевшаяся, набравшаяся сил, отдохнувшая. Вернулись почему? А тоска была, привязанность, депрессия. Там ничего не получается. Опять вот эти напряженные отношения с мамой, ничего не изменилось. Безысходность какая-то. И вот, то, что 9 лет, а у тебя ничего больше в жизни не было. Ты уже сформировалась определенным образом, что тебе некуда податься. Он, как он воспринял? Радостно. Он каялся, он говорил, я все понял, я все осознал, больше этого никогда не повторится. Но стал еще хуже. Не сразу. Полгода было все по инерции шло, через полгода он меня опять лупит. Ну и меня спасло в тот раз то, что его арестовали. То есть в январе он начал меня лупить, в конце января его арестовали. Первый раз. Да, первый раз. И это была племянница прокурора, которая увязла у него в секте. Он ее пытался оставить в секте. И представьте, вот эти маски шоу, они прям экипированы с автоматами, в масках, такие красивые. Он замешкался, я тоже. Они выбили автоматом стекло, дали холостыми по потолку, сказали всем сидеть, его сразу в наручники. И все. И мы радостно, в общем, нас повезли в прокуратуру, всех допросили его, забрали, нас всех отпустили. А причина была в том, что пропадали люди? Причина была в том, что племянница прокурора увязла в секте. Он это не стерпел и возбудил уголовное дело против Руднева. Но это уже называлось сектой, ну так, в кулуарах. Такого понятия еще не было. Русская православная церковь только в 98-м году обрела, по-моему, официальный статус, если я не ошибаюсь. То есть тогда не было понятия церкви, не было понятия сект. То есть это было непонятно что, когда следователи это смотрели и допрашивали нас, они говорят, что за дичь. Мы даже не знаем, как это, как назвать это блюдо, каким именем. Но его отпустили обратно. Он сел в ПНД, какое-то время там просидел, потом заплатил, говорит, можно я выйду? А я говорю, можно. Он вышел. Какие вообще деньги тогда фигурировали? Сколько он зарабатывал? Ну, зарабатывал, ну что, вот можно было квартиры спокойно покупать, а это, ну, для советского человека было предметом роскоши. Вы еще надеялись, что он станет вашим мужем? Да я до конца надеялась. Ну, вот есть люди упертые и, может быть, не очень умные. Не, ну, понятно, вы были маленькой девочкой, по большому счету, когда вы туда пришли. Ну, да, да. Здесь, в принципе, все понятно, любой психолог это объяснил. Да, и не было понятия секты. Но вы уже подозревали, что что-то не так. У меня были ощущения негатива. А когда в 10-м году его посадили, где-то с 14-го, 15-го года я потихоньку стала узнавать вообще, что творится. Ко мне приходила одна женщина, она говорила, а ты знаешь, а людей бьют. Я говорю, как? Он говорит, а их бьют. Я говорю, а что делать? Она говорит, ну, вот, надо писать письма. Я писала письма, он говорил, что нет-нет-нет, ничего, все нормально. Потом в 2016-м году осенью, в ноябре, по-моему, меня пригласили в Казахстан. И там игра была такая, что Артемида должна была быть таким стрессирующим фактором. Артемида – это верховная жрица сейчас в секте. А я должна была быть успокаивающим фактором, как, ну, любящая мама. И я была у них в гостях, в доме, так сказать, силы. И ко мне стали исповедь, да, приводить людей, чтобы я им помогла и чтобы я им сказала, терпите люди, скоро лето. Сейчас учитель вернется, все будет замечательно. Они приходят и рассказывают о мне о своих проблемах. Например, женщина приходит и плачет, у нее вот так вот слезы водопадом, она, глаза на выпаде, и она говорит, а я не могу найти свою сексуальную реализацию, мужчин нет, ни с кем нельзя поддерживать интимные отношения, можно только с ним, а он в тюрьме. И поэтому меня тянет на женщин. То есть, видите, уже как-то идет искажение психики. Расскажите про эту систему, которую он вел, что можно было спать только с ним. Ну, то есть идет обработка мозгов, что он самый лучший, он человек всех мер. И он заставлял с ним спать всех? Ну, он не заставлял, это считалось привилегией. Как вообще-то была построена система? Женщинам внушалось, что получить милость, мудрость учителя в великое благо. То есть, что попасть к нему на этот ритуал, это великое благо. Причем этот ритуал с того момента, как я ушла, изменился до неузнаваемости. То есть, раньше просто было приведи мне Машу, с ней он там в трех позах провяземодействовал, отправил назад. А тут он разошелся и стал делать практику «Звезда Востока». Он лежит в позе звездочки, и они заходят и проделывают с ним ритуал «Пять женщин». И он так ежедневно проводил эти ритуалы? Да, то есть, я этого не видела, и это может быть мое счастье, потому что с 2021 года он говорит «Ты неисправима, я устал тебя бить, я устал тебя исправлять, иди на пенсию, мне 30 лет, и я пошла на пенсию». Как вы к этому отнеслись? Ну, я думаю, Господи, слава тебе, что-то во мне устало держаться, устало бороться. Я отпустила и сказала «Слава тебе, Господи, что живи как хочешь». Ну, а с другой стороны все равно вот это чувство, что ты все-таки еще молодая женщина, у тебя все может состояться, и ты не при делах, и 18 лет. А он с вами спал до ухода на пенсию? До ухода? Вашу пенсию. Да, да, конечно. Да. Но это все становилось все реже и реже, менее качественно, и потом все свелось к тому, что все, ты мне надоела, иди на пенсию. И с 2000-го по 17-й, то есть практически в 18-е лет я жила без мужчины. Но вы все еще надеялись, что станете его единственной? Инерция очень большая. Приезжают из-за рубежа, чтобы, допустим, попасть в тюрьму и посмотреть на Руднева. Вот такая была даже история. Да. Новенькие девушки, которые никогда его не видели, они приезжали и смотрели на него, как он там сидит, говорили, о, быстрее бы вас выпустили. То есть культ продолжался на протяжении всего того времени, пока он это делал? Да. Так наоборот, это на руку было секте, он стал мучеником. Он не просто учитель, он Христос, который идет на свою Голгофу. А вообще вы боитесь, когда пусток он вышел? И да, и нет. Чего да, чего нет? Есть какие-то, видимо, надуманные у меня страхи, а может и ненадуманные, что он попытается как-то отомстить. Но, по-моему, все, что мог, он уже сделал. Он кучу роликов, если откроете в Ютубе, он кучу роликов про меня наснимал. Это уже сейчас? Нет, это до его выхода. Почему я в стоп-секте? Чтобы сказать, что люди, нет, я никого не вербую, я не в секте, я своими концертами никого не вербую. А сейчас, когда он вышел, вы как-то узнавали, что он, как он, где он. А это не надо узнавать, люди в чате говорят, что он в Казахстан переехал. Давайте снова вернемся подробнее к выходу из этого всего. К началу, когда начало приходить понимание, и вот дальше. Это был 17-й год, меня должны были оставить в Казахстане, меня туда перевезли, осталось перевезти только мои вещи. И у меня возникли контры с Артемидой. То есть каким-то образом, то ли она писала письма и на меня стучала, то есть от него приходили указания меня изолировать от всех. То есть меня лишили общения с тесным кругом, на что меня как бы объявили персоной нон-грата. То есть он уже понял, что у меня открываются глаза. И меня посадили одну в квартире, я просто никого не видела, там мне раз в месяц какие-то указания давали, что мне делать, и все, я сижу одна. В октябре мне нужно было поехать в Казахстан, и они уже купили билеты, у меня был собран чемодан, я приехала на Аэроэкспрессе, там в Домодедово, в аэропорт. Мне оставалось только приложить билет к контролеру турникета. И вы знаете, во мне что-то щелкнуло, с этим же билетом я развернулась и поехала назад. То есть я его не прокомпостировала, я поэтому же билеты вернулась домой, выключила телефон, перестала выходить на связь. Это был 2018 год? Это был октябрь, 7 октября 2017 года. Моя революция. Моя личная революция. И куда вы поехали? Туда же, на эту квартиру. Через 4 или там примерно 6 дней возле меня возникли эти люди. Они говорят, две девушки. Они говорят, а что случилось? Я говорю, ребята, все. Стали хватать меня за руки. Я говорю, смотрите, везде висят камеры. Я не знаю, зачем вы хватаете, вы хотите добротой или силой меня удержать, но все видно. Они говорят, раз, все, все, мы не при делах. Я говорю, вот когда он вернется, тогда мы поговорим. И потом с его стороны последовало много таких вещей, которые окончательно, ну, все. Ты меня предала, и поэтому общаться с тобой я не буду. Это он написал? Да. Ты меня предала, и поэтому общаться с тобой я не буду. А он мне стал кидать вслед ко мне. И тогда в соцсетях по всем знакомым, по личкам, он стал рассылать информацию о том, что я якобы вербую своими концертами людей в секту. И у вас еще чат появился сейчас? В 19-м году возник этот стопсектовский чат. Давайте посмотрим. Давайте. это то, на что ловят сейчас людей. То есть это, казалось бы, все красиво, логично и не так жутко, да, никакой эротики тут нет, никакого сюра. А внутри то же самое? Ну, думаю, что даже и жестче стало все. Представьте, он вышел из школы, и что он устроил? Сейчас он вышел из тюрьмы, и что он устроит? Что еще происходило в Секте? Что вам еще рассказали? О чем вы не знали? О том, что когда я стала общаться в чате, я поняла, что там все-таки использовались наркотики. То есть девушка, тоже не буду называть ее имя, она вышла, у нее сейчас все хорошо, она с моим уходом встала на мое место. И чтобы сломить ее дух сопротивления, потому что это у любой женщины возникает помимо воли, он давал ей курить Анашу. Вот так. Она говорит, что это ее расслабляло и держало в тонусе. Потом стала известна информация о том, что в 2004 году приезжал некий диджей из Москвы к нему в Новосибирск, в дом силы, в поселок Кирова, и привозил попробовать какое-то вещество. И прям я когда читала показания, я думаю, господи, ужас какой. Девушка молодая приходит к Руднему в комнату, он говорит, бери вот это и неси наставником. Она берет нечто, какое-то вещество, несет вниз в подвал, где они там живут. То есть, видимо, какое-то вещество привезли. Он не знал, что с этим делать. Он решил как на опытных крысах на экспериментальной группе поставить эксперимент. Все это сделали, попробовали, сказали good. А, хорошо, вот вы попробовали, вам это все не надо, это дорого, это дорого, невыгодно. И он стал спробовать сам. Как он это пробовал, в каком количестве, но если считать с 2004 по 2008, то, возможно, это мое предположение, я не берусь утверждать, что это так. Возможно, что за это время он себя ушатал, а превратился в больного старика. То есть, он стал ходить, вот знаете, еле шаркая ногами, опустив руки-ноги, в черных очках, вот такой, ходит весной. А когда начали люди умирать? Вот первый случай был в 98-м году. Я вот в это время ушла, я рассказывала, я была в сумасшедшем доме, а там вот говорят, что какой-то парень вез деньги, уснул на вокзале, у него украли сумку с деньгами, и он, Дмитрий Столыпин его зовут. Узнала об этом случае я только в 10-м году. То есть, от меня эту информацию скрывали, а может быть, не знали. Он покончил с собой? Он покончил с собой? Да, говорят, что он в Новосибирске сбросился с моста. А другие смерти? Например, во шраме, как вот Наталья Кокширова описывает, прямо при ней умерла девушка. То есть, они все были в состоянии истощения, все замотанные. То есть, из истощения, там никто ничего не контролировал, там была какая-то женщина, которая, ну, поехала крышей, можно сказать. Когда вы посадили, как вы к этому отнеслись? А там же не было изнасилования. Там девушку просто сказали, что скажи, что это было изнасилование. Она же по своей воле согласилась. Ее никто не хватал вот так вот, не держал за руки, за ноги. Она сама ходила на эти ритуалы, но у нее было обработано сознание. Вот в чем. И нету закона, который бы это регулировал, регламентировал. Понимаете? То есть, прямого изнасилования не было. Но было изнасилование мозгов. Ну и в принципе все по сути шли по своей воле. Как бы, да. Как бы. Но девушка в итоге призналась и его посадили. Да, она дала показания против него. Как вы к этому отнеслись? К показаниям? Ну, к посадке. К посадке. Было двоякое почему-то ощущение. Первое, что как же так и что теперь делать? А второе, наконец-то я отдохну. А вы сейчас с этим общаетесь? Конечно. Она вас приняла обратно. Ну, да, мне пришлось много усилий потратить. Я один раз позвонила, второй раз говорю, мама, я в хоре бою. в каком он таком хоре? Я не понимаю. Потом я уже постепенно общаясь с ней, говорю, мама, вот это ты помнишь? Помню. А тут у тебя ожог, вот там в детстве ты обожглась, помнишь? Да, есть такой. Вот мы как бы так вот коннект медленно восстанавливали. В восемнадцатом году я к ней приехала даже в гости. И она говорит, ты не похожа на меня. Когда вы окончательно поняли, что все, это не мужчина вашей жизни, что детей у вас от него не будет, что ну все, вы начинаете новую жизнь. Именно что вот на этой любви вы ставите точку. Вы же сначала его ждали из тюрьмы, я так понимаю. Я ждала, когда была в секте, а когда я ушла, у меня уже начался поиск. А, все. Вы полностью поставили точку в сердце с него. Но не полностью, это, представьте, 30 лет, какая инерция. Но я медленно стала понимать, что оказывается с кем-то еще можно общаться, кроме него еще оказывается есть мужчины вокруг. И они полезные, они что-то хорошее делают, они помогают, они понимают, с ними можно поговорить откровенно. То есть я была в поиске, и... Нашли свою любовь. Он меня добивался сам. Два года. Можете себе представить. Вот. Ну, то есть он красиво, долго ухаживал. Теперь вы женаты. Вы поженились? Да. Какая хорошая история, что так все хорошо закончилось. Слава Богу. Человек понимает, ничего не имеет против. Вы смогли поверить в новую любовь? Это самое главное. Вы знаете, мне открылись какие-то новые грани, которых не было у меня вообще в жизни. Как... О, сейчас плакать буду. Это слезы счастья. Ну, что человек понимает, что он заботится, он готов грызть, готов порвать кого-то. То есть это тоже очень трогательно. Он мягкий, опять же, может что-то принять, как-то перестроиться. То есть нету такого, что я лидер, ты тут, как я сказал, так и будет. Нет, у нас есть консенсус, мы приходим к общему мнению. Ну, опять же, вот эта ласка, забота, любовь и внимания, которой мне не хватало все эти годы. То есть сейчас этого даже слишком много, по-моему. Для вас слишком много точно не может быть. Ну да, то есть это как компенсация того, что... О, Господи, ну что, ну дайте мне договорить. Того, что мне не доставало. Вот. Того, что мне не доставало. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!